Через три дня на том же поле итальянские футболисты клуба Милан встретились с московскими спартаковцами. Игроки команды Спартак, они в белой форме, учли опыт предыдущей игры. Теперь защитники очень внимательно следят за нападающими итальянской командой. Они успешно прерывают их передачи. Москвичи ведут игру в быстром, выгодном для себя темпе. Песлаев подает мяч на середину, набегает Паршин. Гол! Спартаковцы открыли счет. Итальянские футболисты организуют ответную атаку, но они не могут пробиться сквозь очень цепко играющую защиту Спартака. Мяч вновь у ворот итальянцев. Сильный удар Сальникова, мимо. Не правда ли обидно, а? Такой выгодный момент был. Атаки Спартаковцы продолжаются. По правому краю прорывается Татушин. Передача. Паршин головой забивает еще один гол в ворота Милана. Так заканчивается первая половина матча. Во второй половине спартаковцы продолжают сохранять инициативу. Игра ведется в районе штабной площадки гостей. Атака. Еще один гол. 3-0. Идут последние минуты матча. Прорыв ротом итальянь Милана. Где же мяч? Где же мяч? Плестяще ликвидирована угроза. Но кажется ненадолго. Мяч вновь у спартаковцев. Их очередная атака. Но ее прерывает свисток. Футболисты Спартака одержали заслуженную победу над одной из сильнейших команд Европы. Субтитры создавал DimaTorzok